Девушки отдыхают Самые вкусные блюда телевизионной кухни В ближайшие полчаса у вас ждут интересные репортажи, познавательные сюжеты и встречи с талантливыми людьми Не будем вас долго томить, мы начинаем Оставайтесь с нами, вам понравится Недавно просматривала фотографии с фотосъемок, набралось 30 папок Как все-таки приятно вспоминать, а главное наблюдать за изменениями себя любимой Сейчас поверить сложно, что тогда трехчасовая съемка давалась мне труднее, чем весь день поход по магазинам Ну не знаю, во время фотосессии у меня открывается второе дыхание, как у спортсменов И ради удачных кадров я готова работать сутки напролет Помню такую фотосъемку, проводили ее на пшеничном поле, как раз во время уборочных работ Так у трактористов работа остановилась, было очень весело Кстати, у тебя были какие-нибудь веселые или сложные моменты на фотосъемках? В прошлом году у меня была фотосессия на Чембулаке Мы работали там с 8 часов утра и буквально до захода солнца И ты знаешь, самая сложность, основная заключалась в том, что мне нужно было быть на сноуборде Несмотря на то, что я абсолютно не умею на нем кататься Все время я находилась на нем, представляешь, целый день Пожалуй, самое интересное для моделей, это попробовать себя в новом образе Сегодня ты можешь быть принцессой, завтра пираткой Карибского моря Ну а послезавтра рок-певицей Вообще, мне кажется, что проще быть моделью Потому что, когда ты являешься моделью, ты просто перевоплощаешься в какую-то определенную роль и работаешь А вот фотографам быть намного труднее Потому что, во-первых, он должен выстроить свет хорошо Во-вторых, он должен поймать удачный кадр И, в-третьих, его задача обработать все фотографии так, чтобы они понравились буквально всем Яркие краски, четкие силуэты, красивые лица и неописуемые пейзажи Глядя на эти работы, далеко не сразу приходит осознание того, что это вовсе не картины Нарисованные кистью и акварелью Еще одно направление искусства – фотография Героем нашей сегодняшней программы стал Валерий Аяпов За плечами этого человека многолетний стаж в области фотографии Фотосессии популярных людей, рекламные модули, кадры со свадеб и фэшн-показов И, как следствие, тысячи удачных снимков На сегодня очень возрос интерес людей к фотографии И, в свою очередь, фотография тоже двигается навстречу человеку То есть, то, что раньше было доступно только для кинозвезд Для людей, которые связаны с искусством, для художников и так далее То теперь фотография высокого класса стала доступна массам То есть, стала доступна каждой семье Вместительная и уютная фотостудия Валерия Аяпова Находится на крыше одного из торговых центров Алма-Аты Здесь осуществляются студийные фотосессии И регулярно проходят мастер-классы Известных фотографов Казахстана, России и зарубежья Однако, раньше все было иначе Здесь мы сидим буквально с весны А до этого мы, как и все фотостудии, ютились в подвале В какой-то момент я понял, что это уже не пойдет, не пойдет То есть, люди приходят, люди хотят получить удовольствие от съемки Понимаете, здесь важен не только результат, то есть фотография Но важен также процесс и важна очень атмосфера, в которой преподносится вот эта услуга О том, почему именно фотография является основным и любимым делом Валерия Фотоаппарат и весь этот процесс окружал меня с детства Поэтому то, что сейчас происходит, это как бы органичное продолжение Дело, которое мой отец начал В последнее время Валерий основательно занялся съемкой Love Story Это направление сегодня достаточно популярно не только в Казахстане, но и во всем мире Данная тематика включает в себя романтические кадры из жизни молодых людей Свадебные фото и появление в семье малышей Листая свадебные книги, вы вряд ли встретите здесь избитые шаблоны из серии Фото жениха с дюймовочкой невесты на ладони У каждой из пар свой сценарий, не похожий на другие Приходит человек, мы делаем консультацию То есть мы спрашиваем, что интересно И как правило, съемка ни одна не повторяет другую именно по этой причине То есть у всех свои предпочтения, свои вкусы, свои запросы Нам интересен человек Ни для кого не секрет, что компьютерная программа, именуемая фотошопом Играет далеко не последнюю роль в работе современного фотографа Однако в то же время и не первую Фотошоп играет ту же роль, что раньше играла лаборатория для фотографа Где происходила проявка пленки, печать, какая-то цветокоррекция, светокоррекция, яркость, контраст Творческая сторона – немаловажная составляющая часть работы фотографа Но совершенно очевидно, что просто хороших идей будет мало для воплощения задуманного Насколько требователен мастер фотографии к качеству используемой техники? Техника имеет определенные значения Прежде всего, это возможность широкого репертуара То есть, если у меня несколько камер, у меня несколько различных источников света Есть постоянный свет, есть видеосвет, так называемый голливудский свет И все вот эти вот инструменты, это оборудование, они позволяют иметь широкую очень палитру Но это не значит, что оборудование играет решающую роль Скорее наоборот, 90% своих съемок я делаю, пользуясь естественным светом То есть, только я, камера и человек От чего зависит успех фотосессии? От профессионализма моделей или от идеального макияжа? А может, от настроения фотографа? У Валерия Аяпова свой секрет успеха Самая главная, наверное, составляющая успеха Во-первых, это те чувства, которые люди испытывают друг друга Фотограф работает до тех пор, пока он не скажет О, вот это мне нравится, я работаю так И в том числе на подиум-показе То есть, для меня это не просто техническая съемка Я стараюсь, чтобы подловить моменты, где модель не только преподносит наряд Но и сама выглядит очень хорошо У каждого человека свое отношение к фотографии У кого-то это хобби Кто-то занимается этим на профессиональном уровне А кто-то просто любит смотреть красивые снимки на глянцевых страницах в журнале Что же все-таки означает это магическое слово «фотография» для героя нашей сегодняшней программы Валерия Аяпова? Чем хороша фотография? О ней можно много говорить, но делается она очень быстро И в одном кадре можно... Видите, вот есть роман, да, искусство, этот текст Мы его листаем, листаем, листаем И там проходит 2-3 дня, 4 дня И мы только в конце доходим до смысла А фотография отличается одномоментностью восприятия Субтитры сделал DimaTorzok